Беседа 79, 792, Матфея 25, 32. И соберутся пред ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странник, и вы приняли меня, был наглый, одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его. Сладчайшие слова эти, которые никогда не оставляем в уме, должны мы выслушать теперь со всем тщанием и умилением. Так как этими словами заключается и самая беседа Христа. Он придает великое значение человеколюбию и милостыне, поэтому и в предшествующих словах говорил о том различным образом. И здесь, говорит, уже гораздо явственнее и сильнее, представляя не два или три, не даже пять лиц, но целую вселенную. Правда и прежде, говоря о двух лицах, он разумил не два лица, а две стороны. Одну послушных, а другую непослушных. Но и здесь он предлагает нам о том слово и более страшное, и более торжественное. Вот почему и говорит уже, не говорит, что Царство Небесное будет подобно, но прямо указывает на самого себя, говоря, когда же придет Сын Человеческий в славе своей. Ныне он явился в бесславии, поношении, поругании, а тогда сядет на престоле славы своей. И часто упоминает о славе, так как приближалось время крестной его смерти, которая считалась позорной казнью, то он возводит ум слушателя к высшему, представляя взоры его судилища и всю вселенную. И не от этого только слово его становится страшным, но и от того, что небеса представляются опустевшими. Ведь, говорит он, ангелы будут при нем и будут свидетельствовать, сколько они служили, будучи посылаемы от Господа для спасения людей. И во всех отношениях день тот будет ужасный. И соберутся, говорится, пред ним все народы, то есть весь род человеческий. И разлучятся друг от друга. Ныне не разделены, но смешаны все. А тогда будет разделение и самое точное. Сперва он разделяет их местами и обнаруживает каждого. А потом и самыми наименованиями показывает внутреннее расположение каждого, называя одних козлищами, а других овцами. И показывая, что первое не приносит никакого плода, так как от козлов не может быть немалого плода. А последнее обильный плод, так как овцы приносят большую пользу тем, что дают волну, молоко, ягнят, чего вовсе не доставляет козел. Впрочем, бессловесные животные не приносят плода или приносят его по своей природе, а люди — по произволу. Потому те из них, которые не приносят плодов, подвергаются мукам, а приносящие плод получают венцы. Господь не прежде подвергает грешников мукам, чем рассудится с ними, почему разместив их, и произносит обвинения. А они отвечают ему скротостью, но уже без всякой для себя пользы. И это вполне справедливо, так как они пренебрегли то, чего всего более он желал. Эти пророки везде говорили, «Милости хочу, а не жертвы!» И законодатель возбуждал к тому всеми мерами и словом, и делом, да и самая природа учила тому. Заметь при этом, что у осуждаемых не было ни одной или двух только добродетелей, но всех. Они не только не напитали алчущего, не одели нагово, но даже, что гораздо легче было исполнить, и больного не посетили. Смотри та же, как леки его заповеди. Он не сказал, «Я был в темнице, и вы освободили меня, я был болен, и вы воздвигли меня, содра болезни», но сказал, «Посетили меня, пришли ко мне». Но и тогда, как он алкал, нетрудно было исполнить его требования. Он просил не пышной трапезы, но только самого нужного, пищи необходимой, и при том просил с мольбою. Таким образом, все делало их достойными наказания и удобоисполнимость просьбы, так как он просил хлеба. И жалобный вид просящего, так как он был ниж, и естественное сострадание, так как он был человек, и привлекательность обещания, так как обещано царство, и страх наказания, так как угрожала гиенна, и достоинство получающего, так как сам Бог принимал в лице нищих, и величие чести, так как удостоил снизойти, и законность подаяния, так как он принимал свое. Но при всем том серебролюбие совершенно ослепило плененных им, даже и при столь великих угрозах. И как выше сказал он, что непринимающие бедные будут наказаны более, нежели содомляне, так и здесь говорит, «так как не сделали все одному из меньших сих, то не сделали мне». Что ты говоришь? Они твои братья? И почему их называешь меньшими братьями? Потому они, братья, что уничижены, что нищи, что отвержены. Таковых он в особенности призывает в свое братство, то есть незнаемых, презираемых, разумея не одних только монахов и живущих в горах, но и всякого верующего. Он хочет, чтобы мирской человек, когда жаждет, алчит, наг или странствует, получал от нас всякое пособие. Крещение и общение в божественных тайнах соделывает нас с братьями. 794. Затем, чтобы ты и с другой стороны видел справедливость приговора, он еще прежде восхваляет тех, которые надлежащим образом исполнили свое дело, и говорит, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня». Чтобы осуждаемые не сказали, что они ничего не имели. Он осуждает их, указывая на товарищей, подобно тому, как осуждает и дев, указывая на дев, раба упивающегося и объедающегося, указывая на раба верного, раба, скрывшего свой талант, указывая на раба, представившего два таланта, и вообще осуждает каждого грешника, указывая на исполнивших свои обязанности. И это сравнение берется иногда от равного, как, например, здесь и в притче о девах. Иногда от большего, как, например, когда говорится, «Мужи Неневе восстанут и осудят род сей, потому что поверили проповеди Иониной, и вот здесь больше Иона, и царица южная осудит род сей, ибо пришла послушать мудрости Соломона, и вот здесь больше Соломона». И опять от равного, и они вам будут судьями. И опять от большего, «Не знаете ли, что имеете власть судить ангелов не тем ли более дела житейские?» Что касается до настоящего места, то Христос берет здесь сравнение от равного. Богатых сравнивает с богатыми, и нищих с нищими, но справедливость своего приговора над осуждаемыми он объясняет не только тем, что подобные им рабы при тех же обстоятельствах исполнили свои обязанности, но и тем, что осуждаемые оказались непослушными, даже и в том, в чем бедность нисколько не служила препятствием, как, например, когда нужно им было напоить жаждущего, прийти к находящемуся в темнице, посетить больного, восхвалив тех, которые исполнили свои обязанности. Спаситель открывает, какую любовь он имел к ним, «от века придите», говорит он, «благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира». Прежде создания мира, какими благами может сравнить это наименование, благословенные, притом благословенные от отца, и за что удостоились они такой чести? Какая тому причина? Ибо алкал я, и дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня. Сколько чести, сколько блаженства в этих словах! Он не сказал, «примите, но наследуйте, как свое, собственное, как отеческое, как ваше, как от века вам принадлежащее». «Прежде чем вы стали существовать», говорит он, «это уже было для вас уготовано и устроено, так как я знал, что вы будете таковыми». И за что они получают такую награду? За кров, за одежду, за хлеб, за холодную воду, за посещение, за приход в темницу. Всюду требует он необходимого, а иногда, впрочем, и ненеобходимого, потому что, как я сказал, больной, находящийся в темнице, требует без сомнения не только посещения, но один освобождение еще от уз, а другой от болезни. Однако Господь, будучи снисходителен, требует от нас того, что нам по силам, и даже гораздо менее этого, предоставляя самим нам ревновать о большем. А осуждаемым говорит, «Идите от меня, проклятые, не от отца, так как не он проклял их, но собственные их дела в огонь вечный уготованы не вам, а дьяволу и ангелам его». Когда говорил он о царстве, то сказал, «Придите, благословены, наследуйте царстве», и присовокупил, «уготованное вам прежде создания мира». А говоря об огне, сказал не так, а присовокупил «уготованное дьяволу». «Я царство готовил вам», говорит он, «огонь же не вам, но дьяволу и ангелам его. Но так как вы сами ввергли себя в огонь, то и вините сами себя». И не только в этих, но и в следующих словах он как бы в оправдании перед ними себя представляет и причины их осуждения, «Ибо алкал я и не дали мне есть». Если бы даже пришел враг, то не силы ли были бы страдания его тронуть и преклонить самого немилосердного? Голод, холод, узы, нагота, болезнь, бесприютное блуждание всюду. И этого довольно к прекращению вражды. Но вы не поступили так и с другом, и с другом благодетелем и владыкою. Мы часто трогаемся в виде и пса алчущим, преклоняемся в виде и зверей в нужде. А ты, видя своего владыку, не преклоняешься. Чем можно извинить это? Да если бы это только и было, недостаточно ли бы было и этого к вознаграждению? Я не говорю о том, что, оказав благодеяние, ты услышишь перед лицом вселенной столь радостный глаз от сидящего на престоле Отца и получишь царство. Но и то, что ты оказал благодеяние, недовольно ли вознаграждает тебя? А теперь, перед лицом вселенной приявление этой неизреченной славы, сам Господь провозглашает и увенчивает тебя, признает тебя питателем и страннолюбцем и не стыдится говорить это, чтобы венец твой сделать более блистательным. Поэтому-то те праведно наказываются, а эти увенчиваются по благодати, хотя бы они оказали бесчисленные благодеяния, все же дарования им за столь маловажное и ничтожное. Небо, царство и столь великой чести есть дар щедрот благодати. И когда Иисус окончил все сии слова, то сказал ученикам своим. Вы знаете, что через два дня будет Пасха и Сын человеческий придан будет на распятие. Опять благовременно Христос упоминает о страдании. После того, как сказал о царстве, о будущем воздаянии, о вечном мучении, Он как бы так сказал, для чего бояться вам зол кратковременных, когда ожидают вас такие блага? 796. Здесь обрати внимание на то, каким новым способом Христос скрывает в первых из упомянутых слов то, что могло особенно печалить учеников Его. Он не сказал, вы знаете, что через два дня я предан буду, но что вы знаете, что через два дня будет Пасха и после этого уже прибавил, что он предан будет на распятие, показывая, что имеющие совершиться есть таинство, праздник и торжество о спасении Вселенной и что Он идет на страдания все предвидя. Поэтому, так как уже достаточно было одного этого для утешения их, Он ничего не говорит теперь о своем воскресении, потому что излишне было снова говорить о нем, после того, как уже было сказано о том так много. Кроме того, упоминая о древних благодеяниях, доставленных Пасхой иудеям в иудеях, он, как я сказал, показывает тем, что это самое страдание избавляет от бесчисленных зол. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каяфы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Видишь ли необыкновенное расстройство в делах иудейских, предпринимая дела беззаконные, они идут к первосвященнику, надеясь получить дозволение там, где наближало бы ожидать препятствий. И сколько же было первосвященников, по закону должен быть один, но тогда было их много. Отсюда очевидно, что дела иудеев в это время начинали приходить в упадок. Моисей, как я сказал, повелел быть одному первосвященнику, и когда этот умрет, тогда быть другому, и временем жизни первого определял время изгнания ненамеренных убийц. Почему же тогда много было первосвященников? Потому что в последнее время они были избираемы каждогодно. Это показывает евангелист, когда, говоря о Захаре, сказал, что он был о дневной череде авиа. И так здесь говорится о тех первосвященниках, которые были прежде первосвященниками. О чем же они совещались? О том ли, чтобы Иисуса тайна взять или о том, чтобы убить его? О том и другом вместе. Они боялись народа, почему и ждали, пока пройдет праздник, говорят, только не в праздник. Дьявол не хотел, чтобы Христос пострадал в Пасху, для того, чтобы страдания его не сделать известным, а они, чтобы не сделать возмущение. Заметь, они боятся не гнева Божия и не того, что время праздника может увеличить их злодеяние, но везде опасности со стороны людей. Впрочем, кипя гневом, они снова переменили свое намерение. Сказав, только не в праздник, потом, найдя предателя, они не ждали времени, но совершили убийство в праздник. Почему же они взяли его в это время? Потому что и гневом кипели, как я сказал, и надеялись его найти в то время, и во всем действовали, как ослепленные. Правда, сам он воспользовался злобой для совершения своего служения, но они поэтому не безлинны, а достойны бесчисленных мучений за то, что действовали по собственному намерению. Притом, в то самое время, когда надлежало бы дать свободу всем, даже и виновным, они убили праведника, который оказал им бесчисленные благодеяния, и который для них оставил до времени язычников. Но какое человеколюбие таким преступным, упорным, исполненным всяких неправд людям, он опять предлагает спасение, посылает апостолов на смерть за спасение их, и через апостолов молит их. Ибо от имени Христа умоляем, имея такие примеры, я не говорю, умрем за врагов, хотя требовалось бы и это, но так, как мы крайне немощны, то я говорю пока, не будем по крайней мере завидовать друзьям, не будем ненавидеть благодетелей, не говорю пока станем благотворить злодеям, хотя сильно желал бы и этого, но так, как сердце ваше грубо, по крайней мере не будем мстить. Уже ли мы здесь, как на зрелище, уже ли наша жизнь игра? Почему же вы действуете иногда совершенно противно заповедям? Не без цели изображены, как все другие, так и те, достаточные для вразумления иудеев, действия, какие совершил Христос, в самых страданиях, но для того, чтобы ты подражал благости и последовал его человеколюбие. Он и пришедших против него поверг ниц, и ухо-раба исцелил, и кротко говорил с ними, и, будучи на кресте, совершил великие чудеса, помрачил лучи солнца, разверз камни, возвих умерших, устрашил жену судьи сновидениями. На самом суде явил совершенную кротость, которая не менее чудес могла привлечь их. Многое предсказал на судилище и на самом кресте воскрикнул «Отче, отпусти им грех!» Да и после погребения сколько сделал для их спасения? А по воскресенье не то час ли он призвал иудеев? Не даровал ли им отпущение грехов? Не оказал ли им бесчисленных благодеяний? Что неожиданнее этого? Те, которые распинали его, которые дышали убийством, после того, как распяли его, соделались с сынами Божьими. Что может сравняться с такой заботливостью? Слыша это, устыдимся, что мы так далеки от того, кому заповедано нам подражать. Познаем хоть то, как велико это расстояние, что вы, по крайней мере, могли бы обвинять самих себя за то, что находимся во вражде с теми, за которых Христос положил душу свою. И не желаем примириться с теми для перемирения, с кем сам он не отказался вкусить смерти. Или здесь издержки и трата денег, чем вы оговариваетесь от подаяния милостыни? 798. Подумай, как много ты виновен и не только не отказывай в прощении обидевшим тебя, но сам спеши к огорчившему тебя, чтобы и у тебя было основание получить прощение, чтобы найти извинения собственных твоих неправд. язычники, не ожидая никаких великих благ, часто поступали в таких случаях благоразумно. А ты имея в виду такие надежды, отказываешь в прощении и медлишь, и не решаешься за благовременное исповиновение закону Божию совершить того, что со временем само собой сделается, но лучше хочешь, чтобы страсть погасла в тебе без всякой для тебя награды, чем с наградою. Если страсть твоя от времени погаснет, то тебе никакое не будет из того пользы. Напротив, тебя ожидает великое наказание, потому что ты не сделал по внушению закона Божия того, что сделало время. Если ты скажешь, что воспоминание об оскорблении воспоминает тебя гневом, то вспомни, не сделал ли тебе какого-нибудь добра, оскорбивший тебя. А вместе подумай, сколько зла замышлял ты сам против других. Он тебя злословил и бесчестил. Представь, что и ты иных злословил. Как же получишь ты прощение, когда сам другим в нем отказываешь? Но ты никогда не злословил никого. Зато ты слушал, как другого злословили и соглашался. А и это не безгрешно. Хочешь ли знать, как хорошо прощать обиды и как много это приятно Богу? Он наказывает тех, которые радуются, когда видят справедливо наказываемых им, потому что хотя они и праведно наказываются, но тебе не должно радоваться. И пророк, обличая многие неправды, присовокупил. Не страдали нисколько в сокрушении Иосифовым, а мост 6.6. И еще не вышло сущей в Синааре, плакать все дому, когда погибель терпели Мехея 1.11. Хотя Иосиф, то есть колено от него происшедшее и другие соседние с ними были наказаны по определению Божию, но он хочет, чтобы мы сострадали и им. Если мы, будучи злые, когда наказываем раба и видим, что кто-либо из товарищей его смеется, еще более раздражаемся и обращаем гнев свой против последнего, то тем более Бог накажет тех, которые радуются в виде наказываемых им. А если должно жалеть, а не нападать на тех, которые наказываются от Бога, то тем более должно жалеть тех, которые согрешают против нас. Это знак любви, а любовь Бог всему предпочитает. Как в царской багрянице почитаются драгоценными те цвета и краски, которые украшают хламиду, так точно и здесь драгоценны те добродетели, в которых содержится любовь. А ничем так не сохраняется любовь, как прощением обид виновным перед нами. Разве Бог не имеет попечения и об обиженных? Не посылает ли Он обидевшего к обиженному? Не отсылает ли его к нему от самого алтаря? И не призывает ли его к трапезе после примирения? Впрочем, поэтому тебе еще не надо дожидаться, пока Он к тебе придет, иначе ты все потерял. Для чтобы ты предварил его, так что если ты примиришься по его прошению, то любовь будет плодом, уже не повеление Божие, но усердие обидевшего. Почему ты остаешься неувенчанным, тогда как тот получает награду? Что ты говоришь? Ты имеешь врага и не стыдишься. Не довольны ли нам и дьяволы, чтобы еще приобретать себе врагов из среды подобных нам? О, если бы и он перестал враждовать против нас! О, если бы и он не был дьяволом! Ты не знаешь, как велико удовольствие после примирения. Что нужды, если не обнаруживается оно ясно во время самой вражды? Только по прекращению вражды можно хорошо узнать, что гораздо приятнее любить оскорбившего, чем ненавидеть. 799. Для чего же нам подражать людям неистовым, пожирающим друг друга и враждующим против собственной плоти? Послушай, как сильно сказано о том Бетхом Завете, пути злопомнящих смерть. 312-28. Человек на человека сохраняет гнев, а от Бога ищет исцеление. Сирахов 28-3. Но Бог позволил спить око за око и зуб за зуб. Почему же в таком случае Он ставит это в вину? Потому что Он позволил это не для того, чтобы мы в самом деле так поступали по отношению друг к другу, а чтобы из страха наказания и не осмеливались на обиды. При том же, такое мщение свойственно гневу кратковременному, а злопамятность свойственно душе объятой злостью. Тебе причинили зло, но оно отнюдь не так велико, как то, которое ты сам себе причиняешь злопамятством. Кроме того, человеку доброму и невозможно нанести никакого вреда. Представим себе, что кто-нибудь имеет детей и жену ведет жизнь совершенную. Пусть будет у него много случаев получить вред, пусть обладает он громадными богатствами, властью, множеством друзей, наслаждается почестями, и однако ведет жизнь совершенную. Это должно прибавить. И представим, что его постигают бедствия. Пусть, например, какой-нибудь злой человек причинил ему ущерб его имуществу, но что это значит для того, кто ни во что вменяет имение? Пусть убил детей его, но что значит это для того, кто уверен в воскресении мертвых? Пусть умертвил жену его, но что значит это для того, кто научился не плакать об умерших? Пусть обесчестил его, но что значит это для того, кто все настоящее представляет светом травным? Пусть изранил он мне, если хочешь даже тело его и вернул его в темницу. Но что и это значит для того, кто знает, что если внешний наш человек и тлеет, то внутренне обновляется, и что скорбь соделывает терпение. Я уверен, что такой человек не потерпит никакого вреда, а напротив, как перед этим объясненно, получит пользу. Он обновится и сделается искусным. И так не будем мучить себя обидами других, причиняя тем сами себе вред, и расслабляя свои душевные силы. Мучения происходят не столько от злобы ближних наших, сколько от нашего малодушия. Поэтому-то, если кто обидит нас, мы плачем, предаемся унынию. Если похитит у нас что-нибудь, мы испытываем то же самое подобно малым детям, которых сверстники их более резвые раздражают, смущая ничем нить важным, а пустяками. Если увидят, что те на них гневаются, то они перестают им досаждать. А если увидят, что смеются, то от них отступают. Но мы, бессмысленные детей, платим о том, чему мы должны смеяться. Поэтому, умоляю вас, оставим такие детские чувства, будем стремиться к небесному. Христос хочет, чтобы мы были мужами и мужами совершенными. То же заповедовал и Павел, говоря, братья, не будьте дети умом, на злое будьте дети. Итак, будем младенцами на злое, а избегая греха, будем держаться добродетели, чтобы сподобиться вечных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.